Так, уважаемые коллеги, на самом деле уже перед обедом, я так понимаю, что силы-то начинают покидать участников, и поэтому я думаю, что я немножечко сделаю более такой простой доклад и приземленный, потому что что-то очень мне накрутили название какое-то сложное. Вот, я попробую, так сказать, его немножко перевести в практическую плоскость, потому что на самом-то деле морфологические подтипы, они на фоне современной терапии, ну, имеют в какой-то мере уже, так сказать, многие академический интерес. Их все равно нужно знать, но нужно четко понимать, что многие морфологические формы, которые выделены даже в возрасте классификации 2012 года, выделены не из-за того, что они имеют какое-то самостоятельное значение, а из-за того, что они могут морфологически мимикрировать какие-то другие заболевания, другие вообще гистогенетические формы, которые уже имеют, в свою очередь, самостоятельное значение. И вот эта вот логика выделения каких-то отдельных морфологических подтипов тех или иных болезней, тех или иных опухолей, не имеющих самостоятельного клинического значения, так сказать, но похожих на что-то с точки зрения дифференциальной диагностики, она на самом деле не только для молочной железы характерна. Один из таких ярких примеров – это остеосаркома, когда мы выделяем в классической остеосаркоме остеобластические, хондроматозные и фиброматозные типы, которые, в общем, не различаются с точки зрения терапии, клиники и так далее абсолютно ничем, но при этом они выделяются для того, чтобы их дифференцировать с хондроматозной, с хондросаркомой, с фибробластической, с фибросаркомой и так далее, и чтобы у нас, так сказать, понятие остеосаркомы не ассоциировалось только с остеобластическим вариантом строения. Вот многие морфологические формы при раке молочной железы, они на самом деле тоже такие очень дискуссионные с точки зрения клиники, но имеют значение, так сказать, не спутать с кем-то, да, и, в общем-то, они только исторически представляют интерес. А молекулярные подтипы, они, к сожалению, ну, в общем, как-то история эта схлопнулась немножечко на современном этапе, и, так сказать, она развивается по спирали, спираль, так сказать, немножечко на другом уровне, но, в общем, вернулась в исходную точку, и фактически сейчас многие отказались от оперирования теми или иными названиями молекулярных типов. Мы в своей клинике их сохраняем, потому что нам это удобно нашим химиотерапевтам, но, в общем, в сангальновских рекомендациях вы, например, их уже не найдете, хотя на протяжении ряда лет они там существовали. Если мы посмотрим на морфологические типы, то на фоне современного лечения, конечно, наступает уже некая путаница, и у инвазивного неспецифицированного рака, и у инвазивного долькового рака десятилетняя выживаемость на фоне современных опций лечения, зависящих, естественно, от каких-то молекулярных и биологических характеристик, от стадии ТНМ, да, но, в общем, при прочих равных условиях она более-менее одинаковая. И это очень существенный момент, потому что раньше, так сказать, выдвигались гипотезы, что там один из дольки, другой из протока, потом выяснилось, что, в общем, долька терминально дифференцирована, и все они, в том числе дольковые раки, берутся из протоков. Но, в целом, дольковый рак всё равно продолжают выделять не из-за его какого-то самостоятельного клинического значения, а из-за того, что объём предоперационной диагностики при нём совершенно другой, чем при классических узловых формах рака молочной железы, ярким представителем которых является неспецифированный рак. Для долькового рака мы часто просто не видим размеров опухоли, поэтому значения ограниченных секторальных резекций и так далее, объём диагностических процедур там совершенно другие до момента операции. Поэтому эта форма, она, так сказать, конечно, имеет право на существование, но какой-то самостоятельной биологии, да, она, в общем, скорее всего, не отличается. Также апокриновая аденокарцинома, в общем, это фактически тот же самый инспецифированный рак, и апокриновая морфология может быть связана с экспрессией рецепторов андрогенов и с трижды негативным фенотипом, а может быть, не связана, и здесь, так сказать, тоже полной конкордантности нет. Но при этом это очень важно её выделять тоже по каким-то совершенно нашим таким, в общем, чистым морфологическим соображениям. И с другой стороны, если вы будете накладывать ту молекулярную классификацию, которую мы суррогатную пользовались ей несколько лет и, так сказать, дальнейшее развитие которой сейчас несколько останавливается, то вы увидите, что, например, медулярный рак, да, который, в общем, относится к трижды негативному раку, и аденокистозный рак, который тоже относится к трижды негативному раку, и инвазивный неспецифицирный рак, в части которого тоже относится к трижды негативному раку, они будут иметь самую разную десятилетнюю выживаемость. Поэтому вот здесь, вот, так сказать, значение морфологической классификации, оно на самом деле будет постоянно меняться, и возрастную классификацию имеет смысл читать из-за того, что, в общем, она пытается отражать эти изменения. И одни и те же термины, которые мы используем на протяжении ряда лет, они с каждым годом обретают разный смысл. И именно из-за этого постоянно нужно калибровать свой прицел, читая современные классификации, потому что там будут отражены подходы к названию на настоящий момент. Это очень важная вещь. И какие-то ассоциации исторические, они уже сейчас не работают в отношении этих, казалось бы, классических нозологических единиц, которые не поменяли свое название уже 70 лет, но при этом отношение клиницистов к ним и их биологическая сущность, которую мы теперь вкладываем в это название, она уже стала совершенно другой. Степень градации. Это тоже очень важный морфологический признак. Он применяется формально фактически ко всем вариантам рака молочной железы морфологическим, но работает не в очень широком диапазоне. И работает не всегда. И наиболее доказано, так сказать, то, что вот эта градация рака молочной железы на тингемская, она наиболее актуальна для именно инвазивного неспецифицированного рака при определенных стадиях и при определенном биологическом потенциале. Есть целый ряд исключений, когда мы морфологический грейд все равно в своем патологоантомическом заключении ставим, но при этом никакого клинического или прогностического значения он не имеет. Например, в ХЕР-2 позитивных опухолях. Да, морфологический грейд, ну, грейд-1 встречается довольно редко, хотя, в общем, единичные случаи такие описаны, я думаю, каждый их наблюдал при достаточном опыте. В основном это грейд-2 или грейд-3. Вот никакой разницы, так сказать, нет. Если патологоанатом ошибается в градации при ХЕР-2 позитивной опухоли, это скорее имеет отношение к оценке в дальнейшем при опухолевой прогрессии, что если исходно на момент диагноза в трепан-биоптате или в материале от секторальной резекции, если не было неоадивантной терапии, опухоль была все-таки истинной грейд-2, да, четко определенной по всем критериям, так сказать, и все сошлось, а в дальнейшем там при метастазах в легких или головном мозге, где мы можем получить биопсию, она меняет свой грейд, резко увеличивает метатический индекс и так далее, тогда мы можем косвенно судить о том, что произошли какие-то дополнительные молекулярно-гинетические нарушения, произошли какие-то события, так сказать, в геноме этой опухоли, что имеет свое фенотипическое выражение, и вот эти вот фенотипические изменения, они могут при мультидисциплинарном обсуждении данного конкретного больного подвинуть клиницистов на какие-то новые терапевтические опции, но при этом самостоятельного значения в ХЕР-2 позитивных раках грейд на момент диагноза не имеет, да, равно как и при продвинутых стадиях заболевания. Объем генетических нарушений, так сказать, и клональная дивергенция при четвертой стадии рака малыша столь велика, что независимо от того, как у него там будут выглядеть ядра и ядрышки, в общем, на клиническое течение болезни, да, и на выбор терапевтической тактики, это будет оказывать уже не очень большое влияние. На самом деле, так сказать, конечно, вот эти изменения нашего понимания, я очень люблю этот слайд, хотя он немножко устарел, в общем, сейчас уже появились новые всякие слайды, просто он, так сказать, такой, как бы очень обобщающий. И причем, по идее, в зависимости от раз эти кривые должны быть разные. И вот этого года публикация за 20 лет, так сказать, да, по изменению выживаемости больных с раком малыша в Америке, она, так сказать, кажется, была в Кэнсе, да, она фантастически интересная, потому что она показывает динамику у афроамериканцев, у белых, так сказать, у латиносов, вот, и еще там у какой-то группы, у нативных индейцев, насколько я помню. Вот, и там совершенно разная динамика. Но в целом, конечно, вот эти графики отражают, что за, там, последние 20-30 лет произошли существенные изменения в выживаемости и в риске рецидивов у всех биологических типов рака молочной железы. Независимо от того, экспрессирует опухоль рецептор астероидных гормонов или HER2, так сказать, при современных опциях у всех групп значительно снизился риск рецидива и, соответственно, снизилась смертность при раке молочной железы. И это огромное достижение, этому, в общем, посвящена вся эта образовательная конференция. И молекулярные типы, они на самом деле имели к этой истории самое непосредственное отношение. Потому что если вы посмотрите на то, как сформулированы эти группы в данной конкретной работе, то вы увидите, что, в общем, здесь выделяется 4 группы. Эстроген позитивный и HER2 негативный. Эстроген позитивный и HER2 позитивный. И, в общем, на самом деле, вот та молекулярная классификация, которая предлагалась с начала 2000-х годов, она приблизительно где-то грубо этим группам и соответствовала. Но молекулярная классификация, она не работала сама по себе. И это стало понятно где-то приблизительно через 5 лет изучения этой проблемы. Вот с теми названиями, я сейчас немножко вернусь к предыдущему слайду, люминальный тип А, люминальный Б, базальный, трижнегативный и так далее, она не работала сама по себе. И если вы посмотрите на те тесты, которые есть в продаже в настоящий момент, то есть, например, на тест про сигна, который, по идее, как раз и эксплуатирует вот эту молекулярную классификацию, то в том заключении, которое вам распечатывает машина после выполнения этого теста, эти молекулярные типы фактически отсутствуют. Потому что самостоятельной прогностической или терапевтической значимости они не имеют. И это очень важный момент. При этом, так сказать, там указывается риск рецидива на основании изучения экспрессии, в том числе вот этих вот классических маркеров. Эстрогены, прогестероны, хердваки, 67 и ряда дополнительных пролиферативных маркеров, которые входят, так сказать, вот в этот тест в ПАМ-50 в просигну. Поэтому, конечно же, на самом деле, в практике сейчас мы вернулись к тому, с чего мы как бы начинали, ну, условно говоря, 15 лет назад. То есть, мы как раз и стартовали из того, чтобы каким-то образом рецепторный статус, который не дает всю полноту информации о биологии опухоли, превратить в какую-то более сложную молекулярную классификацию. И, в общем-то, виток спирали совершен, наше понимание улучшилось, но в итоге мы вернулись к этим классическим нашим четырем маркерам, к суррогатной молекулярной классификации. А истинная молекулярная классификация, да, вот эти типы, которые может показать тест под названием просигна, они в клинической практике не используются, а используется только индекс суммарный, risk of recurrence, да, ROR, ну, который может, в общем, ориентировать клинициста для промежуточных групп в отношении назначения или неназначения химиотерапии. И поэтому, так сказать, вот оставшись там небольшое время, я хотел бы показать, каким образом это работает, и, так сказать, показать какие-то, ну, в общем, базовые принципы. Значит, мы говорим всегда о риске смерти, о риске рецидива, да, или о выживаемости. И на самом деле уже очень давно было понятно, что риск рецидива или риск смерти от рака молочной железы каким-то образом связан с уровнем экспрессии, например, рецепторов эстрогенов, да, какой-то мишени, или с уровнем экспрессии ХЕР-2. И в данной ситуации для рецепторов эстрогенов чем выше риск, тем ниже уровень экспрессии. Для ХЕР-2 будет обратное. Вот эта общая схема, она на самом деле когда-то была показана, вот по-настоящему, в каких-то исследованиях, этот, так сказать, этот факт был установлен, вот оно на самом деле так, или, так сказать, мы нашли там оксифен, получили, в общем, 20-процентную, так сказать, частоту объективных ответов в общей когорте рака молочной железы, да, еще до эпохи тестирования активного рецепторов эстрогенов, там, прогестерона и ХЕР-2. И, в общем, так сказать, ИВДЕ его зарегистрировало, мы им пользуемся, но мы на самом деле не знаем связи между биологией опухоли, маркером и лекарством. Ответ, все-таки, к счастью, на этот вопрос у нас имеется. Прошу прощения, потому что эти исследования приведены были в ранних исследованиях, когда еще активное иммуногистохимическое тестирование не применялось, когда, так сказать, мы использовали жидкие методы для определения уровня экспрессии стероидных гормонов в опухолевой ткани, то есть, когда мы брали замороженный фрагмент ткани, гемогенизировали его, выделяли из него, так сказать, в жидкую среду белки и там мерили антителами концентрацию стероидных гормонов. И понятно, что эти методы были очень несовершенны, потому что, так сказать, все же зависело от патолога, каким образом он взял этот кусочек ткани, да? Он мог взять ее с огромным количеством стромы, в которой тоже могут экспрессироваться в стромальных клетках рецепторы стероидных гормонов, и биохимик не знал об этом. Он мог взять, так сказать, существенный кусок рака инситу, потому что он брал это в заморозку, вслепую, без контроля чаще всего на практике контрольного среза, да, так сказать, ну вот цито с замороженной ткани. Он мог взять большую долю нормальной ткани. И поэтому метод этот был неточен. Но даже при всех его ограничениях, в общем, некое приближение к идеальной кривой было достигнуто. И исследование на САП-БП-14, о котором, в общем, я думаю, многие уже забыли, здесь, так сказать, правда, была не ИЛА из основной методы, а была, так сказать, количественная реал-тайм ПЦР на МРНК к рецепторам эстрогенов, он показал, что да, эта взаимосвязь есть. Всё-таки, так сказать, риск каких-то событий, связанных с раком молочной железы, он обратно коррелирует от уровня экспрессии рецепторов эстрогенов, МРНК рецепторов эстрогенов. И если мы посмотрим это же исследование на фоне тамоксифена и плацебо, то вы увидите, что при применении плацебо, да, чем выше, так сказать, уровень экспрессии, в общем, даже они тем, так сказать, чуть-чуть хуже живут, при том, что тамоксифен резко улучшает эту ситуацию. И мы видим существенный выигрыш от применения тамоксифена именно в группе больных с высокими уровнями экспрессии. При этом с низкими уровнями экспрессии, фактически левая часть кривых, мы видим обратную ситуацию. И вот эта вся дискуссия о том, какой уровень на ИГХ. Конечно, эти исследования напрямую не переводились в иммуногистохимическую плоскость. Это всё-таки Легант Бабайнинг Эссей, да, так сказать, был, или это Real-Time ПЦР, вот, то есть это были старые вот эти биохимические методы. Но проблема-то осталась. И на самом деле даже вот эти старые данные, они показывают, что, в общем, по крайней мере, для первичного, для раннего рака молочной железы, уровень экспрессии рецепторов эстрогенов имеет значение. И если при высоких уровнях мы от антигормональной терапии имеем выигрыш для больных, то при низких уровнях можем не только не иметь выигрыша, да, но это ещё и будет большая проблема для этих пациентов. Потому что в те первичную, при первичной диагностике раннего рака молочной железы, так сказать, опухоли, которые имеют очень низкие уровни экспрессии рецепторов эстрогенов, туда с биологической точки зрения могут попадать трижды негативные раки, так сказать, или какие-то другие, в общем, молекулярные по типу рака молочной железы, да, если мы делим их там не на 4, а на 10, допустим, вариантов, которые просто потеряют время на антиэстрогеновой терапии в начале, так сказать, своего заболевания, да, и не обладая абсолютно никакой чувствительностью к этой терапии, спокойненько, так сказать, доползут до более выраженных клинических проявлений. Поэтому на самом деле, конечно, к этому надо относиться с большой осторожностью, вот, хотя когда были первые работы, это был 99-й год, когда на самом деле, наконец, мы получили хорошие, надёжные, клинически валидные методы изучения рецепторов эстрогенов иммунгистохимическим методом, да, то есть это было очень недавно, 20 лет, так сказать, ещё не прошло с этого момента. В общем, они, конечно, показали исходно достаточно хорошую стратификацию. И тут тоже было видно, что если взять всех больных на круг, вот всех на всех, при всех видах лечения, то шансы выжить у больных с высокими уровнями экспрессии гормональных рецепторов значительно выше, чем у больных с низкими уровнями экспрессии рецепторов стероидных гормонов. Клинические исследования, так сказать, да, гормональной терапии и её вариантов тоже показывают, что уровень экспрессии стероидных гормонов имеет значение. Не молекулярный тип опухоли, да, вот, люминальный А или люминальный Б, а такой простой параметр, как уровень иммуногистохимической экспрессии стероидных гормонов. И если при высоких уровнях экспрессии у нас будут эффективны, как тамоксифен – это фиолетовые столбцы, да, так и ингибиторы ароматазы – красные столбцы, то в группе с низкими уровнями экспрессии, которая на самом деле не такая большая, если вы сложите, так сказать, всю частоту встречаемости, да, вот этих вот 2-3-4 балла по Олриду, в смысле 3-4-5, то суммарно, так сказать, это будет где-то 6-8%. Но при этих, у этих больных практически неэффективен тамоксифен, потому что рецепторы эстрогенов могут выступать в двоякой роли, да, они могут, так сказать, выступать в роли маркера и в роли мишени. Вот в роли мишени они выступают для тамоксифена. И реально, когда у нас мало опухолевых клеток с детектируемым иммуногистохимическим методом рецепторов, экспрессии рецепторов прогестерона, то мишени-то нет, и тогда тамоксифен неэффективен. Но при этом рецепторы эстрогенов, их экспрессия, остается маркером. Она остается маркером потенциальной чувствительности к другим опциям антиэндокринной терапии, да, к ингибиторам ароматазы. И к ним чувствительность сохраняется. Может быть, она меньше, чем чувствительность к ингибиторам ароматазы в высокоэкспрессирующих опухолях, но она не равна нулю, она тоже есть. И вот об этой двоякой функции рецепторов эстрогенов, рецепторов стероидных гормонов нужно четко помнить, что они, так сказать, это как двуликий янус. Они могут быть и маркером, и могут быть мишенью. И, конечно, здесь, так сказать, на патологоанатомическое отделение ложится огромная ответственность, чтобы они выдавали в клинику корректные уровни экспрессии, применяли какую-то общепризнанную шкалу и так далее, например, шкалу Олреда, по которой клиницист может назначать обоснованно ту или иную терапию, так сказать, потому что количество опций, оно сейчас уже огромное. И, в общем-то, наше заключение может повлиять на их выбор. Но если мы посмотрим на 2011 год, да, вот до первого сангалинского консенсуса, который обратил внимание на молекулярные типы рака молочной железы, то, в общем, у нас существовала независимая диагностика. Мы определяли независимый рецептор эстрогенов, прогестерону, ХЕР-2 и КИ-67. Зачем мы делали КИ-67, неизвестно, поэтому делал его мало кто. Далеко не во всех государствах определялась рецептор прогестерона, потому что многие считали, что, в общем, он ничего не отражает, потому что нет никакой специфической антипрогестиновой терапии. Да, и зачем тогда его смотреть? Адепты исследования рецепторов прогестеронов говорили, ну как же так? Ведь рецептор прогестерона – это косвенный признак того, что рецептор эстрогена работает. Если рецептор эстрогена экспрессируется и активирует эстроген-зависимые пути, то это автоматически приводит к экспрессе рецептора прогестерона. И тогда мы знаем, что да, это должна быть эндокрин-зависимая опухоль. Если рецептор эстрогена по каким-то причинам есть, а рецептора прогестерона нет, то в этой ситуации мы понимаем, что эта опухоль не эндокрин-зависимая, что рецептор эстрогена вовлечён в какие-то другие сигнальные каскады, Какие-то другие гены подчинили его сумму влиянию, и он не работает так, как положено, поэтому антиэндокриновая терапия, скорее всего, не имеет права на существование. Но это не был подход клинически валидирован, крупных исследований на эту тему не было, и поэтому огромное количество лабораторий отказывалось от тестирования рецептора прогестерона, потому что формально клиницист непонятно, каким образом будет на это реагировать. И тут мы, конечно, тоже сталкиваемся с одной очень важной вещью, с вот этой вот сектой любителей доказательной медицины, что на самом деле есть огромное количество нюансов, которые выходят из поля зрения доказательной медицины. И рецепторы прогестерона долгие годы оставались как раз вот этим нюансом, что с биологической точки зрения это важный параметр, но каких-то доказательных исследований, которые четко бы показывали его роль, совершенно конкретную, в тех или иных схемах терапии не было. И поэтому, так сказать, я боюсь, что вот у сектантов из секты доказательной медицины, их больные, так сказать, теряли какие-то опции и какие-то возможности для улучшения своего качества жизни и своей выживаемости. Вот, в отличие, так сказать, от тех, кто, в общем, этот фактор все равно принимал во внимание. Простите за такую грубость. Я, конечно же, тоже люблю доказательную медицину, естественно. КИ-67 заиграл совершенно другими красками не так давно. Это уже даже не 15-летний горизонт, это меньше 10 лет назад. Когда, в общем, так сказать, усилиями группы Чака Перу, да, так сказать, при их идейном таком и разном всяком вдохновении, все-таки было показано, что существует, вероятно, некое пороговое значение КИ-67, которое очень сильно зависит от текущей лабораторной практики в той лаборатории, где оно выполняется, которое, так сказать, позволяет все-таки разделять опухоли на более агрессивные и менее агрессивные. И, в общем-то, исходный изначальный порог был определён как 14% среди гормон позитивного рака, да, потому что КИ-67 не имеет самостоятельной роли в других типах, в ХЕР-2 позитивном или в трижды негативном раке молочной железы. Эта вся история исключительно имеет значение для гормон позитивного рака. И, так сказать, дискуссия о проценте, она не прекращается, и о том вообще, возможно ли установить этот процент. Вот, вероятно, так сказать, для всего мира и для всех этносов этот процент установить невозможно, но в каждом регионе, вероятно, возможно каким-то образом для своих клиницистов это сделать. И это опять выпадает из поля доказательной медицины, да, потому что тут появляется очень существенное различие, так сказать, в лабораторной практике, в преаналитическом этапе. И в НССН в рекомендации КИ-67 вы не найдёте. Вот, в то время как, так сказать, Сангалин говорит, что всё-таки лабораторная практика и клиническая валидация на месте для КИ-67 возможно, так сказать, и это полезный параметр. Вот, но всё-таки, так сказать, в ограниченном количестве лабораторий, всего 4 лаборатории принимали участие в этом исследовании, и они, так сказать, сделали хорошую межлабораторную конкордантность, судя, так сказать, да, по отзывам участников. В общем, возможно было некие пороговые значения поставить, и это привело к совершенно другой структуре использования тех же самых 4 маркёров для определения биологических свойств рака молочной железы. И, конечно же, так сказать, самое главное деление на эстроген позитивный, эстроген негативный и сохранилось. И для эстроген прогестерон негативных дальше очень важно исследование гены ХЕР-2. Если она позитивная, да, то это ХЕР-2-зависимый тип, если негативная, то это трижды негативный по типу, который может быть базальный и небазальный. А вот уже для эстроген позитивных, да, эстроген прогестерон позитивных опухолей началось дальнейшее внутреннее подразделение, и КИ-67 здесь тоже играет роль. Ну вот большинство всё-таки сходит, что пороговое значение должно быть 20, и мы тоже постепенно к этому приходим. Но при этом, понимаете, появился и прогестерон. Я, так сказать, за недостаточное время не цитирую эти исследования, но на самом деле это тоже очень важная вещь. То есть опухоли с низкими уровнями экспрессии прогестероновых рецепторов не могут считаться самым благоприятным биологическим подтипом гормон-зависимого рака, иллюминальным типом А, да. Они уже должны уходить в более агрессивную группу. И сейчас фактически рецепторы эстрогена пополняют это семейство. Можно поставить 10%, как и водораздел для рецепторов эстрогенов, иллюминальным типом А, да, самым благоприятным гормон-зависимым раком. Мы можем считать только опухоли с высоким уровнем экспрессии рецепторов эстрогенов, высоким, больше 10%, да, высоким уровнем экспрессии рецепторов погестерона больше 20%, низким КИ-67, да, как минимум меньше, так сказать, 14%. И вот это вот, да, биологически достаточно благоприятная группа. А всё остальное, оно, в общем-то, более агрессивно. И если вы посмотрите, очень интересно, это, так сказать, слайд, это 15-й год, Сангальненский консенсус, когда для разных молекулярных типов рака молочной железы, значит, в зависимости, то есть не было привязки молекулярных типов рака молочной железы к назначению терапии. И вот это фактически был исторический контроль, когда вы видите, что те больные, которые относились молекулярной сигнатурой тестом ПАМ-50 про сигна к люминальному типу А, они получали химиотерапию, да, это солидные линии, такие непрерывные, прерывистые линии, это те, которые, так сказать, больные не получали химиотерапии. То есть на самом деле молекулярную классификацию не используют в практике. И клиницисты молекулярному люминальному типу А назначали химиотерапию части пациентов. Так вот, если посмотреть на эту достаточно интересную, так сказать, вот эту историю, то Ти-67-то, оно как раз играет роль, потому что молекулярная сигнатура у вот этих вот больных, да, она одна и та же. При этом, так сказать, Ти-67 у них, когда меньше 14%, эти больные живут достоверно лучше, чем когда Ти-67 больше 14%. И при этом, посмотрите, так сказать, влияние химиотерапии. Разница в химиотерапии имеется для группы с высокой пролиферативной активностью, и при этом, так сказать, разницы в химиотерапии нет для группы с низкой пролиферативной активностью. Поэтому мы можем спорить, какое пороговое значение для Ти-67 поставить, но на самом деле, так сказать, лаборатория может выработать этот порог, если проведет некую клиническую валидацию, ну вот на том месте, где это делается. Почему КИ-67 все-таки этому маркеру не все доверяют и почему невозможна общемировая стандартизация КИ-67? На самом деле, это очень сложная история, потому что даже в пределах одной лаборатории фантастически тяжело выбрать правильный клон и построить правильный внутрилабораторный контроль для КИ-67. Этот клон был какой-то небольшой период, это слайд нашей лаборатории, он там был всего лишь несколько месяцев, к счастью, мы вовремя увидели проблему и полностью от него отказались, а сейчас он даже снят с производства, это исторический слайд. Но смысл был в том, что мы тоже попали в эту историю с раком молочной железы, когда на каждое стекло мы монтировали внешний позитивный контроль. То есть на каждом стекле с КИ-67 у нас был фрагмент ткани аппендикса или ткани миндалины, для того, чтобы мы могли понимать, как работает антитело и метод. И вот фрагмент ткани аппендикса, абсолютно нормальный, светлый зародышевый центр лимфоидного фолликула аппендикса, выраженный в экспрессии КИ-67, в зоне манти-единичной клетки. Это тклеточный инфильтрат, маргинальной зоны, соответствующий, пролиферирующий в аппендиксе всегда, он обуславливает всякие иммунные ответы. И фрагменты крипт аппендикса, где мы видим выраженную экспрессию КИ-67. То есть о чем говорит вот этот внешний внутрилабораторный контроль? О том, что и в эпителиальных тканях, и в лимфоидной ткани есть как сильно, так и слабо экспрессирующие КИ-67 клетки, и с методом все абсолютно в порядке. Но если мы посмотрим на том же самом стекле фрагмент ткани молочной железы, трепана биоптата, то мы обнаружим поразительную реакцию, что в стромальном лимфоидном инфильтрате, в этой опухоли, есть клетки лимфоидные и гистеоцитарные природы, которые с выраженной и слабой экспрессией КИ-67. При этом в самой опухолевой ткани у нас выраженно экспрессируют КИ-67 только лимфоидные элементы. Все опухолевые клетки дают слабую экспрессию, и даже не все клетки, которые были в фазе метоза, красились на КИ-67. С чем это может быть связано? Ведь ясно же, что это не техническая проблема. Это какая-то проблема клона. Потому что мы четко понимаем, что, и слава богу, этот клон сейчас снят с производства, потому что мы четко понимаем, что КИ-67 не плавает в ядре просто так, в свободном состоянии. Он связан с огромным количеством других белков, огромным количеством кофакторов. И совершенно не безразлично, какому эпитопу наши антитела. Наши антитела, так сказать, в одной ситуации могут видеть эпитоп, который не закрыт, и мы просто видим уровень КИ-67. И, например, антитела клона МИП-1, они идеальны в этом контексте, потому что этих эпитопов, которым этот клон, их 16 штук, 16 штук на протяжении молекулы КИ-67, и поэтому совершенно точно какое-то количество из них будет никем не закрыто, и доступны для антител, и поэтому мы всегда можем по ним мерить именно уровень самого белка. А с другой стороны, так сказать, вот это был клон ММ-1, вероятно, так сказать, для него значительно меньше эпитопов, не помню, один или два, и в каких-то ситуациях он может быть просто физически закрыт другими белками в ядре, и мы не видим истинной картины экспрессии. Поэтому история с КИ-67, она очень сложная, и пока вот полностью вся биология неизвестна, эти противоречия не устранены, довольно большое количество лабораторий, вероятно, справедливо отказывается от этого теста. Хотя, конечно, если, так сказать, использовать МИП-1, да, то, в общем, это можно делать, или 36-6 клон, у него тоже много эпитопов, вроде бы это должно работать. Ну и в заключение, так сказать, последний слайд, который я хотел бы показать, это современные сангальность рекомендации, в общем, на них, так сказать, на комментарии не осталось времени, но их будут комментировать всю эту конференцию, и здесь надо четко понять, что вот эта терминология молекулярной типа, она все-таки уже в какой-то мере ушла, да. Трижды негативный рак, так сказать, но он просто остался сам по себе, потому что он существовал всю историю. ХЕР-2-позитивный рак уже, так сказать, не обзывается, если он экспрессирует гормоны, как люминальный Б, ХЕР-2-позитивный и так далее. И фактически у нас, так сказать, какая-то молекулярная терминология осталась только для чистого гормон-позитивного, так сказать, рака молочной железы, для того, чтобы каким-то образом мы могли вербально различать благоприятным прогнозом с фантастически благоприятным и низким уровнем рецидивов на обычной антигормональной терапии, адювантной, да, и на более агрессивные гормон-зависимые опухоли. Но если вы посмотрите, какие критерии применяются для того, чтобы различать эти категории, то вы увидите там полный спектр, что это не только биологические характеристики, такие как уровень эстрогенов, прогестеронов, КИ-67 или Грейд, а также количество пораженных лимфатических узлов, размер опухоли на момент диагноза, так сказать, да, и там признаки лимфоваскулярной инвазии и так далее, что более хорошо детализовано в таблице предыдущего Сангальна 2015 года. И вот это вот фантастически важная вещь. И молекулярные тесты имеют огромное значение именно тогда, когда что-то не сходится. Если у вас ранний рак молочной железы, Т1Б, допустим, Н0М0, и у него выраженный уровень экспрессии эстрогенов, прогестеронов, больше 6 баллов по олреду, и КИ-67 ниже 14, и Грейд 1 или 2, то, в общем, для него не нужен молекулярный тест. Но если у вас что-то не бьется, у вас уже 4 метастазы в региональных лимфоузлах, там Грейд 2, КИ-67 в районе 20, но при этом высокий уровень эстрогенов, прогестеронов, и нет ХЕР-2. Вероятно, тогда нужно сделать вот эту молекулярную пролиферативную сигнатуру, для того, чтобы, так сказать, определить риск рецидива больного. И, с другой стороны, есть абсолютно агрессивные ситуации, да, Грейд 3, ХЕР-2 позитивные опухоли, так сказать, или высокая стадия, когда молекулярная сигнатура тоже ничего не добавляет. Поэтому вот эта вот роль молекулярных подтипов, да, самостоятельная, она уже полностью как бы исчезла, а роль молекулярных тестов, она, несомненно, будет возрастать, но все движется по спирали, и мы снова как бы вернулись в исходную точку. Мы, наконец, начинаем понимать вот ту небольшую подгруппу, когда это все-таки, так сказать, имеет смысл делать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Никита Александрович. Вопросы будут? Комментарии? Не буду. Спасибо большое. Спасибо. 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 ... Спасибо. ...